С Полом Рыцарем у меня связаны очень ламповые вечера, когда я плотно учился и в перерывах, когда голова совсем уже кипела и я не вывозил, я просто бросал нахрен всю эту учебу и окунался в прекраснейший мир Полого Рыцаря. Музык, геймплей, уникальный лор. По крупицам познавать все это было так увлекательно и так засасывало, что навсегда поселилось вот тут, в сердечке. С тех пор раз в год да запускаю я Hollow Knight, чтобы просто очутиться в этой забвенной, прекрасной атмосфере. В общем, явно я не один такой любитель раз за разом возвращаться к Полому Рыцарю. Нашлись фанаты, которые не дождавшись выхода в Skill Song, взяли и создали свою настольно-ролевую игру под названием Hollow Knight RPG. И теперь вам можно брать всех своих друзей и совместно окунаться в этот удивительный мир Полого Рыцаря. Меня настолько впечатлила работа этих ребят, что я связался с ними, договорился и получил разрешение на локализацию. Впервые для себя собрал команду переводчиков и мы перевели эту настольно-ролевую игру. Ну, сверху накидываю, что мы еще перевели все дополнительные материалы к этой настолке. Потом я провел целую кампанию по этому миру. У меня игроки создали уникальных жуков и отправились бороздить Hollow Nest. Ну там не совсем Hollow Nest, но сейчас не об этом. В этом видео я подробно расскажу вам, что это такое за Hollow Knight RPG и с чем его едят. Совместно создадим своего уникального жука и поясню за разные механики. Обязательно поделюсь своим мнением по поводу этой системы на основе опыта проведения целой кампании. И естественно поделюсь, где можно добыть все необходимые материалы, чтобы поиграть в эту игру со своими друзьями. А прежде чем мы приступим, короткая, но полезная интеграция. Не переключайте. Готовы познать волшебство от Great Grimoire? Они представляют вам мир уникальных и высоко детализированных миниатюр с захватывающими историями. У ребят вы получите миниатюры в формате ASTL для печати на 3D принтере, чтобы использовать их самостоятельно или продавать физические модели. Мне напечатали набор из ярких персонажей, которые отлично впишутся в то же Проклятье Страда. Ребята активно поддерживают развитие настольно-ролевых игр в России и делают все возможное, чтобы сделать их доступнее для каждого. А самая крутая особенность заключается в том, что они делают тематические наборы, внутри которых нет повторяющихся миниатюр. Будь то Магический лес, Демоны Аверна или набор морских пиратов, или тот же Мистический рынок и множество других паков. Все это доступно для вас по ссылкам в описании на Boosty от Great Grimwar и в их сообществе ВКонтакте. При оформлении платной подписки вы сразу же получите приветственный пак из более чем 20 миниатюр. Подписывайтесь на ребят, чтобы сделать свои игры еще более увлекательными и уникальными. А прямо сейчас для всех зрителей абсолютно бесплатно доступна моделька кукольника, который фигурировал ранее прямо по ссылке в описании. Спасибо, что не перемотали эту интеграшку, а теперь пора возвращаться обратно к тематике видео. Итак, если вы кликнули на это видео и оказались на моем канале впервые, то скорее всего стоит пояснить, что такое за эти ваши настольно-ролевые игры. Вот недавно вышла Baldur's Gate 3. Она по своей сути переносит механику Dungeons & Dragons настолки D&D в видеоигру. А сама вот оригинальная настолка D&D это нечто прекрасное. Вы садитесь с друзьями, вживаетесь совместно в разные роли и подправляетесь в различные приключения. Это безумно увлекательно. Вы бросаете кубы, решаете головоломки, задачи, которые вам ставит мастер. Это буря неподдельных, ничем незаменимых эмоций, которые рождаются вот в совместных приключениях за столом. Я бы еще как-то это мог, знаете, подвязать к играм в детстве, когда бегали с деревянными автоматами, играли в войнушку, в казаков-разбойников или реконструировали разные битвы из видеоигр или мультфильмов. Похоже на это, то есть тот самый ностальгический отпечаток из прошлого. Все эти эмоции можно вскрыть и заново испытывать сейчас, играя в настольно-ролевые игры. Собственно, весь мой канал я и посвятил этому, чтобы как можно больше людей узнал о настольно-ролевых играх. Так вот, помимо ДНД существует еще просто туча разных других настольно-ролевых игр. Фактически это просто набор правил, которые как-то модерируют и позволяют вам устраивать словесный театр за столом, опираясь хотя бы на что-то. Так вот и тут, Hollow Knight RPG это такая настолка, которая перенесла элементы из видеоигры на настольно-ролевую игру, чтобы вы с друзьями могли прикоснуться к этому замечательному лору и совместно в нем побыть. Да не прикоснуться, а прям расщупать, я бы сказал, разлапать лор и создать любое приключение, связанное с этим. Важно понимать, что это неофициальная игра и Team Cherry не имеет к ней именно прямого отношения. Это все разработали фанаты, им огромнейший респект и респект за то, что ответили и позволили локализовать ее. Именно поэтому прямо сейчас не поленись, жми лайк этому видео, чтобы поддержать нашу инициативу, вот эту локализацию, потому что это абсолютно не коммерческая тема, она была сделана исключительно на внутренней любви к полому рыцарю и желанию, чтобы как можно больше СНГ аудитории увидели эту настольно-ролевую игру. Ладно, не будем распинаться, давайте наконец окунемся напрямую к этой настолке, рассмотрим ее поближе. Ну что, ребята, перед вами система The Unofficial Hollow Knight RPG. Естественно, естественно, я пробегусь по системе, но для полного понимания правил вам необходимо прочесть полностью эту книжку. Тут я просто затрону основные аспекты, сформирую такое первичное понимание, как в это играть. Если что, сама книга правил доступна абсолютно бесплатно в моем телеграм-канале. По ссылочке его сразу на пост приведет, из которого вы сможете выгрузить эту книжку и все дополнительные к ней материалы, которые мы тоже перевели. Вот перед вами все герои, которые участвовали в создании этой настольно-ролевой игры. Ну и ниже, конечно, мы, герои, все, кто помогал вычитывать и, конечно же, переводил. Всем огромное спасибо, кто находится на этом листе. Книга правил состоит из 125 страниц. Эта система основана на броске кубиков. То есть шестигранные косточки, самые обычные кубики для игры. Вот они вам пригодятся и желательно побольше. Когда ваш жук будет выполнять действие, успех которого не гарантирован, ну и при многих, очень многих, многих других обстоятельствах, мастер попросит вас совершить бросок. То есть вы вот берете вот эти вот замечательные кубики, когда мастер просит вас пройти проверку, бросаете их, и каждое значение, на котором выпало 5 и 6, это успех. В моем случае сейчас ноль успехов. Я точно не преуспел. Чтобы быстро, наглядно и успешно понять систему, я прямо сейчас у вас на глазах создам своего жука, и вы можете прямо под мою диктовку тоже распечатать лист персонажа, ссылки есть в описании, и вместе со мной создавать персонажа. Только так вы сможете быстро вкурить, как работает эта система. Тут используются, ну там, три листа, но используются в игре прям два листа. Вот эти два листа полностью будут характеризовать, что у вас за жук. Первый шаг для создания вашего жука, это определиться, какой он у вас будет размера. Для этого используйте шаблон со страницей 10. Он может быть либо таким лилипутиком, миленьким, либо среднего размера, либо большим жуком. Оооо, ма гад! Я определился и распечатал вот такого вот красавчика, это жук среднего размера, и мы будем создавать именно его. Соответственно, просто переносим на наш лист персонажа всю информацию, которую вы получаете из этой вот таблички по среднему жуку. Пока делайте это карандашиком, чтобы в будущем характеристики будут меняться еще, и чтобы, ну, короче, не напортачивать, не испортить лист. Мощь, проницательность 3, панцирь 3, 7 сердец. Здесь в большом квадратике это актуальное наше здоровье, в маленьком это максимальное значение. Здесь же ниже под квадратиками записаны временные характеристики, то есть кто-то вас забафал, увеличил характеристики, они у вас повышаются временно, вы это записываете. Душа у нас 3, выносливость 3, все на троечку среднего жука. Смотрите, привлекательность жук мы записали 1, также в этой таблице указано бонус к привлекательности слэш жути, полтора. Здесь нам нужно просто определиться, куда мы их раскидаем, либо в привлекательность, либо в жуть. То есть нам дают определиться, чтобы в дальнейшем понимать, что он за жук. Я бы хотел, чтобы этот милаш наш темный в фиолетовом панцире на голове, чтобы он был каким-то таким, на самом деле, жутким типом, поэтому я весь оставшийся бонус закину в жуть. Итого, полтора летит к жути, и тогда жуть у нас будет 2,5. Не переживайте, если сейчас ничего не понятно. Я предлагаю сначала заполнить, а потом, когда мы уже будем иметь наши характеристики, понимать, что у нас за жук, начать ими пользоваться и понимать, как это вообще работает. Скорость у нас 6. В общем, когда мы заполнили все из этой таблицы, хочу поподробнее остановиться на голоде. Лучше заранее выписать, вот тут рядом с чертами, сколько у нас стартовый голод, с чего мы начинаем, и какой у нас может быть максимум голода, 20. Это запишите, чтобы в дальнейшем накидывать черты. Так, еще пометим, что нашего жука средний размер, и, так, игрока зовут Сники. А вот имя жука пусть будет, не знаю, вупс. Маг вупс. И, несмотря на то, что у него такое смешное имя, он будет очень жутким. Ну и, по крайней мере, попробуем такого создать. Мага-жуткого ученого, что-то такое. Следующий шаг мой любимый. Тут можно залипнуть очень надолго. Это как редактор персонажа в играх. Вот, просто берет вас и не отпускает. Это 16 страниц, плотно забитые разными чертами, которые очень сильно влияют на вашего персонажа. То есть, от того, что вы тут себе наберете, от этого вам и придется всю игру плясать, играть, отыгрывать. Существуют следующие черты. Природное оружие, что в основном в себе содержит разные клеишни, рога, все, чем может жук биться. Черты характеристик, которые включают в себя просто разные черты, которые влияют на ваши характеристики. Черты разума — это определенные особенности вашего характера и дополнительные геймплейные особенности. Физиологические черты — это ваши физические особенности, влияющие на геймплей. Черты чувств позволят вам понять и отыгрывать, как ваш жук воспринимает своими органами чувств мир окружающий. Мистические черты наделяют вас необычными магическими особенностями. Черты тела отвечают за вот вашу оболочку персонажа, как он выглядит, немножко меняет тоже его внешность и геймплейно, и нарративно. Черты движения влияют непосредственно на особенности вашего передвижения. И последнее — это черты природной защиты. Это то, как вы защищаете своим панцирем или другие ваши механики защиты. Ну, начинаем набирать черты, которые нам нравятся. Главное понимать, что у нашего жука не может быть больше, чем 7 черт. И сумма голода, которая дает черта, то есть когда вы берете черту, она дает вам какой-то голод. Этот голод вы записываете вот сюда на листочке. И в сумме потом этот голод не должен превышать тому голоду, который вас ограничивает в шаблоне вашего жука. Наш максимальный голод был 20. То есть мы это выписали. Сейчас набираю черты, мы должны ужаться и влезть в это ограничение в 20. Еще у некоторых черт, вы можете обратить внимание, есть черные точки. Надо их выдавливать. Нет, эти черные точки означают, что это не отдельная черта, а подчерта. То есть вот есть черта линька, а сброс хвоста — это подчерта вот этой вот линьки. То есть чтобы взять сброс хвоста или вот быструю линьку, надо изначально взять линьку. И приятный бонус, что если вот мы возьмем линьку и сброс хвоста, и быструю линьку, то это все считается как одна черта. То есть подчерты не считаются чертой. Ну, приступаем. Я буду шагать от нашего прекрасного арта и смотреть на него, и набирать те черты, которые ему подходят. Природного оружия я не наблюдаю у моего жука. Это какая-то милашка черная. Так что мы будем без всяких рогов и когтей. Идем дальше. Вот на чертах характеристики я бы остановился подольше. Мне нравится книжный червь. Мне нужно раскачать его проницательность, потому что именно от проницательности идут все социальные взаимодействия, и кастуется магия. А я решил создать магического жука. Да, конечно, орудовать гвоздем и все подобное, как полого рыцаря — это круто. Но я уже провел одну кампанию по полому рыцарю. Вообще хочется магического челика создать. Книжный червь, сразу же записываем, дает нам плюс один голод. И в этой характеристике сказано, что наш жук пренебрегал своим телом ради разума. Видите, какая у него большая голова там прячется под панцирем. Мы увеличиваем проницательность аж до четырех. Но взамен, что клево в этой системе, что видите, баланс. Нельзя просто качать, качать, качать. Что ты берешь, что ты теряешь. Вот это прикольно. Поэтому взамен мы должны уменьшить настолько, насколько вырос наш показатель проницательности. Он вырос на один. Значит, мы либо у мощи, либо у грации убираем. Я пока что отниму мощи, чтобы мы были не такими мощными, но зато умными. Здесь же мне нравится черта «Тяжелый панцирь». Она... Я тоже иду от нашего арта. Посмотрите на огромный панцирь, который занимает больше половины этого жука. Благодаря этому мы увеличим панцирь до четырех. Но нам придется уменьшить грацию или скорость на столько пунктов, насколько мы увеличили панцирь. Панцирь мы увеличили на один. Значит, я пожертвую скоростью. Теперь моя скорость не шесть, а пять. Он также дает нам, не забываем записать, плюс один голод. Понравилось. Я пригляделся к асматической помощи. Раз уж мы будем волшебником, то пусть чуть-чуть будем помогать команде, чтобы не только о себе думать, но и об остальных. Это позволит нам, всем жукам, которые отдыхают рядом с нами, восстанавливать одно дополнительное сердце каждый отдых. То есть, так пассивненько все будут лечиться. И буквально тут же я остался в восторге от черты феромоны. Они дают нам аж плюс три голода. Но зато мы сможем выпускать облако из феромонов, которое позволит нам проходить все проверки социальные, то есть на общение, на обман и тому подобное, с небольшим бонусом. Плюс один кубик. Это лишним не будет. Будем страшными колдунами-болтунами. Нам осталось выбрать еще три черты, поэтому стоит выбирать с умом. Блуждал-поллуждал по документу, понял, что чтобы сделать волшебника, все-таки мне бы хотелось больше проницательности. А ничего, кроме как банально повысить ее чертой проницательности, я не придумал. Я дважды беру эту черту, так как так написано в названии. Она нам будет давать четыре голода. Но зато наша проницательность становится аж пять. А для начала старта игры, в принципе, я думаю, это будет очень сильно. Еще мне приглянулась такая интересная геймплейная черта, которая будет мучить мастера, потому что всегда буду говорить «А я копаю земельку, а я ползу туда под землей». Отлично, итого мы имеем семь взятых черт. И мы уложились в наш базовый голод. Максимальный двадцать, наш голод теперь шестнадцать. Мы молодцы, следующим шагом будет выбрать путь. Путь — это некое направление прокачки, некий класс, можно если так сказать, от которого мы получаем совсем новые геймплейные особенности. В каждом пути можно прокачиваться и максимум до третьего ранга, чтобы получить все преимущества этого пути. И ранг в вашем пути показывает навык жука и выбирает определенный подход к бою. Когда ваш ранг будет третьим, все, вы освоили этот путь и можете изучать новые пути. Вы уже гуру в этом выбранном вами пути. Тут главное понимать, что они разделяются на военные пути и мистические, магические. И каждый раз, когда вы прибавляете ранг в том или ином пути, это дает вам небольшой бонус. Базово для военного пути это плюс еще одна косточка выносливости. Дополнительная выносливость у вас появляется. А когда мистический путь, это дополнительная душа. Я решил рассмотреть мистические пути, потому что у меня, вупс, определенно точно какой-то волшебник. Я выбираю мистический путь кошмары. Мне кажется, это абсолютно забавно и великолепно, потому что такой милый, привлекательный с бабочкой розовой вупс окажется представителем мистического пути кошмары. Такой демонический кошмар, повелитель пляшущих огоньков с розовой бабочкой. Мы начинаем как бы с первого ранга. То есть мы выбираем и получаем все преимущества, которые есть за первый ранг. В дальнейшем будем получать от второго ранга, от третьего. Каждый раз, когда вы получаете аж новый какой-то запас, типа новую характеристику, в листе персонажа есть три пустых места для таких вот запасов. Именно там, теперь благодаря этому пути, мы получаем новый запас под названием сущности. Максимум их может быть пять. Теперь вокруг нас летают жуткие красные демонические огоньки. И при желании я могу их показать. И это увеличит мою жуть. Я буду еще более жутким. Каждый раз, когда рядом со мной будут умирать жуки, дикие и не дикие, сущности будут мне прибавляться. Типа я души их забираю. И выступая перед публикой, живой или мертвый, это даже указано, я буду тоже получать сущности, равные моим успехам. То есть стоит мне как-нибудь успешно выступить, кучу душ у меня появляется. Мне кажется, это здорово. Это такой маэстро грим из пляшшей этой трупы с красным фонарем. И потом вот эти духи, эти пять сущностей можно было тратить на то, чтобы дополнительно вкидывать бонус кубик к атаке при применении разных заклинаний или же при защите. То есть эти души будут усилять мои заклинания и помогать защищаться. В общем, классный путь. Я рад, что я его выбрал. И прежде чем мы дальше там улетим заполнять навыки и разные умения на нашем листе, то я предлагаю вернуться и теперь уже до конца разобраться, что дают нам разные характеристики, которые мы заполнили. Поймем, что к чему, да заполним разные микро характеристики, всякие бонусные штуки. И взглянем вообще, как работают броски и проверки. Касательно проверок. Есть вот обычная проверка навыков, а есть спас бросок. К примеру, наш жук, наш вупс, хочет поднять что-то очень тяжелое, неожиданно на него оно начало падать, и он хочет его поднять и отбросить. Я это говорю мастеру. Он говорит, хорошо, сделай проверку мощи. Потому что мощь отвечает за эту силу. Мы смотрим на наш лист, у нас мощь 2, то есть мы понимаем, что бросаем только 2 кубика. Мы их бросаем 2,4. Ноль успехов, мы не справились. Мастер опишет, что произошло. Спас бросок это такая же проверка, просто как правило она производится, когда что-то на вас воздействует и вы этому противостоите. И часто при спас броске мастер тоже совершает бросок, и ваш бросок борется против броска мастера. Например, мой вупс слушает какого-то жука, и я заподозрил, что этот жук врет. Я говорю мастеру, что я вслушиваюсь и пытаюсь понять, врет ли этот жук мне. Мастер скажет сделать бросок на... спас бросок на проницатель. У нас проницательность 5, поэтому, мать ваша, мы бросаем тут уже 5 кубов. Это наша стезя, это не тупая сила, не тупая мощь. Мы бросаем 6 раз успех. И, ну да, к сожалению, только один успех, шестерка. Но допустим, допустим, помните, черту я взял облако. Мы были в облаке феромонов, и оно позволяет добавлять социальные кубы к социальным броскам. Я еще один бросок делаю. Нет, 4, тоже не успех. Ну, короче, один успех. Допустим, мастер бросает за того жука на обман. Это тоже будет проницательность. Свои кубы, и у него выпало 0. Я понял, потому что перебросил его кубы, у него 0 успехов, у меня 1 успех. Я понимаю, что он меня обманывает, или понимаю, что меня не обманывает. Вот это базовая, как бы, система, не вдаваясь в подробности. Пройдемся по листу, посмотрим на характеристики, и я подробнее расскажу, что они означают. Мощь, она означает просто грубую силу, то есть нашу физическую подготовленность жука. Она отвечает в основном за атаки, то есть за урон оружием ближнего боя и парирование этим же оружием. Из мощи мы можем рассчитать нагрузку. Нагрузка находится на втором листе в самом низу. Нагрузка равна нашей мощи, округленной в меньшую сторону. Но мощь у нас ровная, не округленная, поэтому просто записываем нагрузку 2. Нагрузка это такая душная тема, которая говорит, сколько веса мы можем переносить. Жук не может переносить вещи, равные по весу больше удвоенной нагрузки. Или же если у нас, допустим, нагрузка 2, а у нас вес вещей, которых мы переносим 3, то тогда все наши проверки мощи и грация будут на 1 кубик меньше, и мы будем тратить больше выносливости, чтобы делать действие. Грация же определяет эффективность нашего жука в бросках на дальнобольное оружие или уклонение от опасности. Он, в общем, используется при проверках ловкости. Из грации мы можем посчитать маневренность. Маневренность равна половине грации, округленной в большую сторону. Маневренность, она позволяет кружить вокруг жука, не тратя скорость. То есть мы на передвижении тратим скорость, а в диапазоне, не уходя от атаки жука, вокруг него перемещаться, мы сможем тратить именно грацию, чтобы просто менять нашу позицию на поле боя. Очень важный показатель, не зря мы его забустили до 4, это панцирь. Панцирь это толщина нашего хитина. Плотность нашего жука определяет сопротивление физическим атакам, болезням. Когда по жуку будет проходить уже успешная атака физическая, он может совершить бросок панциря на впитывание урона. Тогда он будет игнорировать урон, равный числу успешно брошенных костей. Наш панцирь 4, мы берем 4 кубика, бросаем, у нас вот один успех, пятерик. И допустим по нам проходило 2 урона, теперь мы 1 урон впитаем панцирем, и у нас по нам пройдет только 1 урон. На втором листе есть такой показатель, как пояс. Размер пояса равен половине значения от нашего панциря, округленного в меньшую сторону. Вот пояс равен 2, и предметы не из пояса, мы кто-то там лежат, мы их поднимаем, мы лишь там не знаю, допустим с земли поднимаем меч, в руки его берем, это все тратит скорость. Причем скорость тратится равная весу предмета, минимум 1. А в поясе хранятся разные предметы, которым мы можем иметь быстрый доступ. То есть взяли в напряженной ситуации, быстро достали что-то с пояса, кинжал, там какую-нибудь склянку, чтобы бросить с ядом. И это не будет тратить скорость. В общем, кнопка быстрого доступа. И коронный показатель мощный нашего жука, это проницательность, он на 6-5. Проницательность отвечает на то, насколько жук умен, насколько он внимателен. Также для всяких элементов социального взаимодействия это используется. И напрямую применимо к манге. Если вы хотите играть за магического жука, старайтесь максить. Если у вас жук воин-боец, то берите на мощь. А если он изящный такой плутишка или издалека такой, то грацию. Также у вас может возникнуть вопрос, на втором листе существуют ячейки техник. Они равны половине нашей проницательности, округленной в меньшую сторону. Ячейка техник используется для подготовки разных тайн, искусств, заклинаний. Подобно тому, как в видеоиграх существуют горячие клавиши для назначения и быстрого доступа к спылам. Будем знать определенное заклинание, и если мы его берем в быстрый доступ, то мы не тратим разные штуки, ресурсы, которые мы бы тратили, если бы их заклинание было не подготовлено. Давайте пробежимся еще по оставшимся без внимания характеристикам. Это сытость. Она высчитывается после того, как мы заполняем все черты и понимаем, сколько голода набралось. Вот это наша сытость. Чтобы вы понимали, каждый отдых жук будет терять сытость, равную его голоду или 10, смотря что выше. В нашем случае каждый ход минус 16 будет у нашего жука. С понижением сытости, точнее говоря, с голодом, наш жук будет получать разные дебафы. Именно поэтому нужно кормить жука и следить за этим. В общем, держите вашего жука сытым, иначе жук будет мертв, пал от голода и истощения. Если вы наберете до минус 100. Что, конечно, довольно сложно, но все-таки просто нужно... Такой элемент выживания существует в этой ныришке. Привлекательность и жуть влияют на то, как наш жук будет социально взаимодействовать с другими жуками. Это может быть как внешний вид, так поведение или даже запах. Иногда мастер будет просить проверки привлекательности или жути на социальные навыки. То есть не только проницательность, а вот именно жуть. Например, когда вы кого-то запугиваете. Скорость влияет на то, как быстро наш жук двигается. Каждый ход мы можем переместиться на количество клеток, равное нашей скорости. Еще вот тут с амулетами есть метки. Сколько всего надо заполнить, да? Поэтому я на этом акцентирую внимание. Каждый жук начинает с трех меток, плюс ранг в нашем пути. Так как мы уже первый ранг в пути получили. Прикрекают. Ну как бы это стартуем с первого ранга. И соответственно 3 плюс 1. Это 4 метки. Метки используются для надевания амулетов и управления переспешниками. Это мы затронем еще позднее. У некоторых жуков еще есть очки поглощения. После того, как мы там отразили урон, я бросал, помните, на панцирь. Также вот урон впитался. Когда вот мы весь-весь-весь урон попытались избежать его. Еще можно использовать вот это как раз поглощение. Оно снижает урон на 1. Плюс результат деления на цело оставшегося урона. Назначение поглощения. В зависимости, сколько у вас очков этого поглощения осталось. Еще раз заострю внимание, что часто у вас будут разные запасы. В отличие от характеристик во время боя, которые обычно фиксированы. Но на них тоже может быть, кстати, штрафы разные. Запасы со временем меняются. Их нужно отслеживать. И вы можете это вести в учет. У моего жука появились запасы сущности. У вас как раз могут быть те самые очки поглощения. Или разные другие штуки. О мой бог, сердца означают ваши жизни. Берегите сердца. Так, сердце сердцем. Но главное-то мы все знаем, что... Конечно же, душа. Душа это запас магической силы жука. Все заклинания, некоторые способности потребляют душу. Она также может быть использована при фокусировке, концентрации для лечения. Все как в игре. Душа восстанавливается во время долгого отдыха. А также, кроме того, можно получать одну единицу души, если нанести урон противнику в ближнем бою. И за каждый ранг мистического пути мы повышаем нашу душу на один. О, кстати, совсем забыл. Поэтому мы апаем нашу душу до четырех. Клево. И последняя характеристика, которую я не затронул, это выносливость. Выносливость. Выносливость дает понять, насколько жук способен вложиться в каждом раунде боя. То есть большинство совершаемых в бою действий потребляют минимум одну выносливость. Она может быть также потрачена на броски атаки, защиты. Жук восстанавливает свою выносливость в начале каждого своего хода. То есть вы можете потратить в свой ход чуть-чуть выносливости и чуть-чуть выносливости оставить, чтобы вне хода, когда по-моему будут идти атаки, вкладывать эту выносливость в защиту или еще во что-то. Ой, боевка здесь очень разнообразная. Мы к ней в самом концу еще затронем ее. В общем, сохраняйте выносливость, чтобы уклоняться, защищаться, парировать. Хотя вы можете иметь большой панцирь, просто все впитывать. Тут уж кому какой нравится подход в игре, тут можно вообще как угодно изгаляться. Главное не забудьте, что каждый ранг воинского пути повышает максимум вашей выносливости на 1. То есть будь у меня сейчас какой-то воинский путь, у меня бы выносливость 4. Но я выбрал душу, потому что главное это что? Душа. Иногда у вас будет дополнительный запас, называется припас. То есть там делать что-то в ловушке, еще что-то подобное тоже записывайте вот их сюда для удобства. Ну, я уже помянул отдельно, когда какие-то дополнительные поверх наших характеристик, например, живокрови мы собрали и сердца живокрови дописывайте отдельно. То есть вот 2 сердца живокрови получил, все временное, здоровье сюда записываю. То есть вот и так же с душой, с выносливостью, все временные характеристики, как выносливость славы называется, вот душа славы, припасы славы. В общем, спасибо Славику за все эти дополнения. Вот они здесь рядом записываются и они как дополнительные, временные характеристики. Все, мы молодцы, по характеристикам прошлись. Достаем второй листик и сейчас расскажу вам про умения. Умения в игре сделаны довольно изящно, мне понравилось их исполнение. Это большущая творческая свобода. Умения, оно обозначает, ну, фактическую предысторию нашего жука. Игра позволяет нам взять 3 умения, и в каждом из этих умений по 4 будет расписана навыка. И эти навыки могут повторяться, пересекаться, это будет также давать даже двойной бонус. Тут реально полная свобода. Придумайте все, что хотите, можете опираться на вот эти вот замечательные таблицы, можете просто выдумывать с мастером вместе свои идеи, которые будут характеризовать именно вашего жука. Мне в книжке очень понравился пример умения и навыков, которые в него входят. Фокусник. Далее я себе придумал такое умение, как ученый, что дает мне навыки знания мира устройства, анализ, ученый все анализирует, медицина, лишним не будет, и ученые к этому приближены, и наблюдательность, ну, потому что ученые проводят опыты, зачем-то наблюдают. То есть все обосновано. Такое лучше согласовывать с мастером, естественно, но тут творческая свобода ставлена самими разработчиками. Следующее умение, которое я выдумал, это путешественник. То есть наш персонаж, чтобы быть более социальным, я решил, пусть он путешествует. Это классные полезные навыки, плюс вот социалка. Выживание, готовка, знания о диких жуках и общение, потому что как можно путешествовать и не общаться, потому что разные земли, нужно со всеми коммуницировать. Все, в общем-то, обосновано. Мы начинаем с первого ранга в каждом из умений. Для каждого нового ранга жук будет добавлять к проверке навыка плюс еще один кубик. Третий ранг – это максимальный, который мы можем достигнуть при прокачке. Потом, когда у нас будет третий ранг, мы можем выбрать один навык, который мы осваиваем в мастерстве. Навык станет давать новые игромеханические бонусы. Это все нужно согласовывать с мастером или вдохновляться по таблице. Вот, к примеру, здесь, смотря из этой таблицы, у нас вот есть обман из-за фокусника. Обман просто было там давать плюс один кубик, но когда я освоил его в мастерстве, то обман, при попытке обмануть жука, которому уже успешно лгали, я буду получать еще плюс один к проверке. То есть какого-нибудь лопуха облапошенного дважды будет еще проще облапошивать. Это мне очень понравилось, потому что одно дело у тебя есть навык, который ты просто используешь как бросок кубов, другое дело ты его прокачиваешь и можешь использовать еще дополнительной новой механикой. Да, как тут было с обманом скучно, плюс еще один куб, но можно и отыграть, как и в других примерах здесь из таблицы. Если у вас есть два и более умения с одинаковыми навыками, то к нему добавляется столько кубов, сколько рангов получилось в сумме, но не больше трех. Чтобы стало понятно, как пользоваться вообще этими умениями, привожу пример. Мастер говорит, что мы, например, нашли необычный магический камень-головоломку, такой камень Рубика. Я с лету говорю, что мой жук, вупс, вообще-то, очень внимательно ее рассматривает. И мастер говорит, ну ладно, сделай проверку на проницательность. А у меня-то пять, то есть я беру целых уже пять кубов, чтобы вы понимали, настолько он классный. Но я с умным видом говорю мастеру, что вупс имеет опыт в проведении опытов, связанных на анализе разных объектов. Поэтому я добавляю еще один куб на проверку, исходя из моего навыка, в моем умении ученый навык анализ. Я добавил один кубик, потому что у меня первый ранг этого умения. И теперь я бросаю целых шесть кубов. И всего лишь только один успех, но уже неплохо. Мастер вам скажет, прошли вы проверку или нет. Но вы спросите, а как устанавливается сложность задач, чтобы хотя бы примерно это понимать. А вот, да, вы, думаю, заметили уже перед вами таблица шкала сложности. То есть самая простая задача, по типу забраться по веревке, ей потребуется только один успех. Причем даже четверка будет считаться в таком случае успехом. А самая-самая сложная задача, это нужно выбивать целых три успеха. Путь боли. Но, скажу вам так, на опыте проведения кампании, ох, это не путь боли. Три успеха игроки будут очень просто выбивать. Поэтому я настоятельно рекомендую путь боли сделать четыре успеха. Вот так вот. Или даже еще больше. Надо, короче, смотреть от билдов ваших персонажей. А то у меня там были одни, которые любили через привлекательность работать. Раскачали привлекательность чуть ли там не до семи. И выбрасывали максимальное значение. В общем, поэтому подумайте. Может быть, что нужно калибровать. Раскрою тайну прокачки сразу, да. По мере того, как ваш жук будет ввязываться в разное приключение, вы будете совершенствовать свое мастерство. Он будет расти, учиться. Вместо очков опыта здесь жуку просто выдаются определенные вехи по воле мастера, по истечению разных важных сюжетных моментов. Или просто когда жук открывает, там, не знаю, новую территорию, достигает какой-то цели, побеждает могущественного босса, что очень похоже на полого рыцаря. Просто смотрите в таблицу и понимаете, что вы увеличиваете, что получаете нового. Это просто те же самые ранги или малое продвижение. Что за собой влечет просто точечно прокачать вот какие-то штуки, там, плюс 0,5 к любой характеристике, плюс к скорости, либо к нагрузке. В общем, просто по чуть-чуть прокачивать. Главное, не забывайте, что при повышении рангов, во-первых, получать все способности за эти ранги и брать либо душу, либо выносливость. В общем, тут мастер, надеюсь, вам подскажет. Имея мистические ранги, то есть в нашем пути мистическом у нас первый ранг, мы должны взять за каждый ранг по тайне. Тайна — это, ну, банально, заклинание. Да, это фактически заклинание. Мой вупс тот еще маг-ученый, поэтому нам нужно изучить эту тайну из нашего выбранного пути. Касательно заклинаний, нужно понимать, что жук может взять заклинание со сложностью, не превышающей вдвое наш магический ранг. То есть мне стоит брать заклинание не выше сложности 2. Тайн, ну, вот этих заклинаний здесь очень много, но мне нужно отправиться именно в тайны кошмаров, потому что это мой путь. This is my way! This is my victory! И я не буду даже долго думать. Я хотел сейчас повыбирать, подумать за кадром. Огненный шар. Те, кто играют в ДНД, знают, что нет ничего, нет ничего, что не решает огненный шар. Я беру огненный шар, благо сложность как раз 2. Причем видно, что создатели играли в ДНД и знают главную, вот, минус огненного шара, это то, что он ранит товарищей. А тут есть крутая особенность, что я могу тратить как раз-таки своих призраков, чтобы кого-то защищать от урона, который наносит огненный шар. Брошенный огненный шар поджигает клетку и все окружающие, то есть вот, чтобы наглядно показать, вот я брошу огненный шар, например, сюда, то есть он эту клетку подожжет, и все вокруг нее окружающие клеточки. Все тайны, такие как огненный шар или другие искусства, если вы выбрали боевой путь, записываются в технике. Главное, не забываем подчеркнуть, что вы это заклинание подготовили. Если заклинание не является подготовленным, то есть тайно, если не подготовлено, то просто требуется больше времени, чтобы ее сотворить, не получится ее мгновенно использовать. И в бою, соответственно, это прям растянется на очень долго, то есть ты не сможешь скастовать, поэтому не забудьте выбрать подготовленное заклинание. Они на длительном отдыхе подготавливаются. Все похоже, как на ДНД здесь. Вы спросите, а как заклинание-то само использовать? А все просто. Жук должен потратить душу, равную сложности заклинаний. То есть наш огненный шар сложности 2 мы тратим, например, для применения 2 души. Давайте прямо сейчас с вами кастанем огненный шар. Вот 2 души я потратил. Базово за свой ход можно произнести лишь одно заклинание. Если заклинание нацелено на согласного жука, бросок вообще не требуется, и заклинание сразу же срабатывает. Если сель сопротивляется, или это объект, которого там удерживают, и тоже там сопротивляющийся жук, то заклинание требует броска атаки, если не указано ничего другого. В заклинаниях используется проверка нашей проницательности. Если заклинание кастуется через вот касанием, когда ты кого-то касаешься, то там используется мощь или тоже проницательность. То есть как бы там дополнительно получается. Или если дистанция больше, чем близко, то можно через грацию. Что нехило так позволяет обычным боевым классам тоже использовать заклинание и бросать много кубов, потому что у них будет как раз таки не проницательность скачана, а вот мощность или грация. Это тоже здорово, что в этой системе нет какого-то угнетения магов или боевых. Тут у всех, казалось бы, у всех можно все. То есть везде есть такие лазейки. Смотрите, для того, чтобы закастовать мой шар, я беру 5 кубов, потому что у меня 5 проницательности, плюс еще к броску добавляются ранги в мистическом пути. У меня первый ранг, поэтому уже 6 кубов буду бросать. Напоминаю, что сложность моего заклинания 2. То есть мне нужно выбросить 2 успеха, чтобы заклинание успешно скастовалось. И мы... В жопе! Провалился. Я кастую огненный шар, и он просто... Пук и исчезает. Ничего не происходит. Я сейчас прошерстил все, и тоже вот не нашел ответ. Не задумывался я раньше. А что правда, если я не смог перебросить? Получается, душа окажется потраченной, или душа обратно вернется? Наверное, потраченной оказалась. Мы просто жестко... Наш маг жестко сосет. К сожалению. Если вы знаете ответ, поищите. Тут много таких дыр в правилах. Без ответа. Нужно писать в Дискорд и разбираться с авторами на английском рамсица. Но давайте попробуем еще раз перебросить. И тут уже получше, покрасивее. Раз, два, три. Три успеха. Все, у меня получилось. Огненный шар сработает. Он попадет на клетку и нанесет те самые заветные 2 урона. И еще там есть снаряжение, куча всего, что также влияет на эти броски кубов, что это позволит перебросить. То есть у нас еще будет шанс сделать нас более сильными. А то вот так вот, бац, и огненный шар не сработал. Огненный шар не может не сработать. Заклинания очень здесь разнообразны. Причем их можно, смотрите, сколько таблиц, усилять. То есть вы можете менять вообще то, как ваше заклинание работает. То есть можно увеличить длительность заклинания или изменить дистанцию. Просто из-за этого может увеличиться сложность. Можно увеличить урон, например. И тут еще много всего. В общем, страница 59 и 60. Она подробно сейчас не будет там останавливаться. Описывает, как можно усилять и менять свои заклинания. В оригинальной игре очень много амулетов. И большая часть игры, на самом деле, тоже и билды базируются на амулетах. Поэтому здесь, естественно, про них не забыли. Вас ждет 13 страниц отборных разных амулетов. Многие вы сразу же вспомните из игры. Это тоже здорово. И их можно тут сейчас взять. В основной книге ни хренашеньки не сказано. Че сколько брать амулетов? Че вообще куда? Какое стартовое снаряжение? Благо мы доперевели дополнительные материалы, которые они потом выпускали в не основной книге. Лучше бы они в ее внутрь засунули. Документик называется «Начальная экипировка и состояние». И здесь будем исходить из экипировки низкого уровня нашего жука. То есть мы просто смотрим, открываем этот документ, и дальше продолжаем создавать нашего персонажа, брать в экипировку то, что ему доступно. Мастер, может быть, вам разрешит больше всего взять. И как раз я остановился на амулетах, чтобы посмотреть, что разрешает нам тут брать. Обычный амулет. Ага. Открываем амулеты. Они здесь есть разного качества. Есть даже те самые хрупкие амулеты, которые ломаются при получении урона. То есть очень много вещей из видеоигры перенесено. Нам нужно найти самые обычные амулеты и выбрать какой-то один. Ой, мне нравится амулет, с которым я очень много бегал, и он мне очень нравился. Это споровый гриб. Да, думаю, все вы прекрасно его вспомните, как он в геймплее наработал. Из-за того, что мы волшебник, довольно хиленький, этот споровый гриб позволит каждый раз в бою применять этот амулет. И вокруг меня никто не сможет ко мне подойти, потому что если они будут со мной тут биться, то они будут получать урон. То есть подходи, конечно, но тебе будет больно. С амулетами все сделали в этой игре очень изящно. Смотрите, у каждого амулета написано вот сколько вот таких вот меточек. То есть это метки. То есть амулет Love Cut, например, занимает две метки. Наш занимает всего лишь одну меточку. Соответственно, у нашего персонажа, у нашего вупса, и надев споровый гриб, амулет споровый гриб, мы только один слот, одну меточку занимаем. У нас еще остается три свободных метки, на которые мы можем обвешиваться с разными амулетами. Если надеть амулетов больше, чем у вас есть меток, то у вас жук будет считаться перечарованным, и в этом состоянии весь получаемый вами урон будет удваиваться. Звучит опасно, и рисковать, заигрывать с этим я не буду. Ну я и не могу, мне только один амулет. По экипировке дают пока что. Продолжаем смотреть, что нам еще дано, как начальному персонажу. И мы видим, первый предмет это изношенное оружие из списка оружия, или талисман из списка магических фокусировок. Этот талисман, да и остальные фокусировки, позволяют иметь внутри себя заклинания, как бы, это дополнительная ячейка техники, фактически. И в зависимости от качества магической фокусировки, идет бонусный куб к броску атаки через использование этой фокусировки. Вот сам талисман, который нам дают, он не супер хорош, он больше скорее немножечко на защиту. Вот если бы нам давали волшебную палочку, ооо, ребята, это да, мы бы тогда, жесть, мы бы издалека просто атаковали через проницательность, вот, было бы круто. Но, я бы тогда тут, наверное, возьму для вупса какое-нибудь изношенное, как тут сказано, изношенное оружие из списка оружий. Хотя бы, рассмотрим с вами геймплейные особенности оружия. У оружия есть много разных, тоже нюансов, влияющих на геймплей. И, о боже, оружие тут много, смотрите, целых 4 таблицы. Эх, вот это я понимаю. Причем, в отличие от ДНД, тут у каждого оружия своя механика. Это, это какой-то, да глоток свежего воздуха после ДНД. Я бы, тут много, что хочется взять, от классического гвоздя до какого-нибудь крюка, но все-таки, смотря на арт моего персонажа, понятно, что нам нужен просто посох. Да, берем посох. Оружие записывается на втором листе. Урон нашего посоха один, весит он тоже один. Но важно помнить, что наше оружие считается по качеству изношенным. Качество оружия определяется, сколько костей это оружие будет бонусом добавлять к атаке. В исходном виде каждое оружие по качеству составляет один. То есть, наш посох он по качеству один, но из-за того, что у нас он изношенный, это идет минус один, поэтому качество у него ноль. Мы ничего на броске не будем добавлять. Но благо, оружие можно улучшать. То есть, тут куча модификаций. И первое, что нам нужно будет пытаться сделать, это избавиться от состояния изношенной, чтобы хоть лучше стал посох. То есть, к броскам атаки бонусную кость мы не добавляем, у нас ноль. Но только лишь до этого момента, пока мы не найдем кузнеца и не занесем ему половину от стоимости нашего оружия, и тогда наше оружие станет нормальным. Посох перестанет сыпаться, и мы не будем занозы получать, трогая его. В общем, повторюсь, так клево, что здесь оружие не блеклое, как в ДНД, а вот у него есть разные свойства. Наш посох, кстати, ну, может парусы, создает дисбаланс за удар по цели, один раз за ход. Ну, про дисбаланс, наверное, позднее, но суть в том, что ударя посохом, мы будем накладывать стамину, усталость на персонажа, и на его начало хода у него будет меньше выносливости, чтобы ходить, то есть эти удары его истощают. Тут так работает дисбаланс, и для меня, как для волшебника, это нормально, прикольно. Будем больше такими саппортами. Подробнее у вас на экране. Приятно, чтобы заботчики позаботились, чтобы перенести тот момент, как полрыцарь прокачивал свою гвоздь, улучшал. Также и тут вам будет приятно, и это будет одной из целей, наверное, в ваших приключениях искать бледную руду, чтобы прокачивать свое оружие, причем разнообразное оружие. В общем, заняться, чем в приключениях будет. Вторым предметом из начальной кипровки это либо изношенный щит из списка щитов, или разбитый комплект брони, из списка брони. Да, все у нас скудно. Щит нам не очень подходит, потому что он бы позволял успешнее парировать. Но это все позднее расскажу. Плюс он в руке держать, а у нас посох в двух руках, поэтому щит не наше. Надеваем разбитую броню. Эта легкая броня позволит нам иметь плюс один на впитывание и плюс один бросок на повторные проверки. смотрите как это работает. То есть по нам прошла атака. Мы смотрим на наш модификатор панциря. Это 4. То есть мы будем бросать 4 куба на впитывание. Плюс добавляем еще один кубик исходя из того, что у нас надета броня. Совершаем бросок. Допустим по нам проходит 3 урона. Раз 6 6 6 3 шестерки выпало. То есть уже 3 урона мы нивелируем. Плюс у нас есть возможность перебросить еще кубик. Вот перебрасываем. Ну выпало 2. Все. 3 урона. То есть мы поглотили урон за счет нашей естественной брони панциря и за счет легкой брони. А уже начиная от средней брони обратите внимание появляются значения понижения урона. Это фиксированное гарантированное понижение урона которое идет по вам. Конечно же и тут существует разная модификация поэтому удачи вам в вашем приключении найти еще жука бронника который позволит вам сделать броню еще более крутой. А важный нюанс по броне каждый раз когда по вам идет атака и выпадает шестерка то качество вашей брони снижается и когда качество брони достигнет нулю то броня больше не защищает не сможете вы ни на что на впитывание добавлять или урон понижать броня сломана надо будет ее чинить. а я забыл у нас же броня еще разбитая то есть еще штраф к весу минус 1 и максимальная прочность минус 2 то есть у нас будет у брони не забываем записать тогда у нас у брони нашей разбитой будет штраф к весу то есть минус 1 броня весила 1 а теперь весит 0 ну да легкая становится потому что разбитая понижения урона у нас нет а прочность штраф минус 2 значит было 5 стало прочно всего лишь 3 не шибкая и крутая броня зато вес она не добавляет но мы еще не рассчитали вес потому что мы еще не все собрали а что там еще есть из стартового снаряжения а нам дают гео наша любимая гео на меня игрок май май ох как он любил гео ребята и так на что мы потратим наши 100 гео гео кстати записываются вот здесь внизу у нас есть 100 блин зря мы записывали что у нас что-то поломанное изношенное а мы сейчас возьмем и все подправим поэтому мы с лету тратим наши денежки на то чтобы наше оружие больше не было изношенным никакого штрафа к качеству соответственно половину стоимости оружия смотрим сколько стоит наш посох наш посох стоит 20 половина это 10 10 голды тратим и теперь наш посох будет качество 1 остается 90 голды и мы бежим улучшаем нашу броню чтобы она ни в коем случае не была разрушена ой броня подороже минус 20 минус 50 ну да легкая броня стоит а тут минус 50 теперь она не разбита нету штрафа к весу броня теперь весит снова 1 и зато прочность у нее становится 5 на оставшиеся 40 гео я куплю можно много что покупать много что добавлять о снаряжении на этом я не буду останавливаться вот из полезного показать хочу вам инструмент мне нравится конечно же книга не зря я ученый поэтому 25 гео спускаем еще на книжку эта книжка из таблицы с инструментами она позволяет добавить свое качество качество у нее базовый 1 к навыку знания а у меня такой навык смотрите не один поэтому пригодится уж точно она добавляет именно кубик переброс все подобное записываем в графу снаряжения не забываем указывать вес на оставшиеся гео я беру один паек с грибами да мне кажется это хороший вариант вот паек он стоит 10 гео не портится вообще кайф будет что покушать итого у нас оказалось 5 гео в кармане и мы готовы врываться в игру надо только не забыть сейчас подсчитать общий вес сколько мы все переносим получается книга один паек с грибами 0 2 посох 1 броня 1 ё моё ребята чтобы вы понимали у нас уже общий вес 3,2 веса а нагрузка то у нас 2 это значит что мы теперь бросаем на одну кость меньше при всех проверках мощи и грации а также тратим на одну единицу выносливости больше тратя действия которые тратят выносливость или мы найдем какого-то лоха в этом приключении или мелкого дикого жука приручим которого заставим тащить за нас нашу книгу и тогда у нас будем ужиматься в вес ладно или просто купим подсумок там есть подсумок который позволяет один вес вот игнорировать или можно уломать вашего мастера не душниться и не считать вес вес это первое чего я отказался когда мы играли потому что ух я такой не люблю но знаю что многие любят и наличие вот этого его подсчета он здесь клево сделан на самом деле очень просто и ну единичками это прикольно и это легко отслеживать да валюту зачеркнем у нас теперь всего лишь 5 осталось ну что слушайте я вас поздравляю наш лист заполнен а ну давайте еще описание нашему вупсу заполним вупс это жук ученый с острым умом и магическими способностями исследующий мир и анализирующий все вокруг а еще тайна в том что он супер кошмарный жуткий тип но мы это не будем сразу раскрывать на игре это постепенно будем добавлять это будет весело жалко за него не буду играть но для видео создаю и мне уже хочется снова поиграть хоть я целую компанию отводил в общем увлекательно вот этот процесс реально увлекательно вуаля я создал вупса и смело могу залетать на любую игру он полностью меня заполнен если вы параллельно со мной создавали своего жука надеюсь у вас тоже получилось если не получилось то оставляйте свои комментарии помогу будем вместе разбираться анализировать может быть найдем ошибку в локализации может быть найдем ошибку в правилах как вы уже поняли механик больше чем сосудов полова валяется там в бездне кто помнит там разбросанных очень много давайте еще обсудим основополагающие механики я и в конце я расскажу свое мнение об игре важнейший блок который тоже по вершкам буквально пройдусь но мы затронем это сражение потому что поняв как работает сражение вы уже с большим с большей вероятностью во все это влетите порядок инициатива определяется грацией вместо отслеживания успешных и провальных бросков здесь почему-то они так сделали но это зато прикольно вы просто подсчитываете общий результат броска и инициативу вашего жука я бы назвал это сумму сумму которая есть на кубах и жук с наивысшим значением инициативы будет ходить первым остальные будут идти в порядке убывания если у нескольких жуков одинаковая инициатива то жук игрока ходит первым следующим ходит союзник и потом уже только враг привожу пример наш вупс врывается в битву у него грация 3 соответственно мы бросаем 3 куба вот бросили 3 куба 6 плюс 5 11 плюс 2 13 то есть у нас значение 13 например у нашего товарища 15 и у врага там 20 то есть первым ходит враг потом товарищ потом я сходили начинается заново раунд враг товарищ я враг товарища и вот так вот ходим и играем все движения в игре происходят по клеточной сетке вот такой вот можете использовать в своих играх и перемещаетесь что по диагонали что вот так вот тратя свою скорость и одна единица скорости равна одной клетке перейдем к самому главному конечно же это к тем действиям которые можем делать вход а самое главное то что правильно атака атака требует и тратит всегда выносливость совершая атаку мы как минимум вкладываем в нее одну выносливость тратим одну выносливость набор кубиков атаки равен сумме мощи жука плюс качество оружия которым мы атакуем и выносливости которую мы отдельно еще дополнительно вложили в атаку то есть еще такая особенность что можно вложить еще потратить больше выносливости чтобы атаковать для дистанционных атак используется грация вместо мощи пример вот у нашего жука вупса три выносливости я одну свою выносливость трачу чтобы нанести атаку у меня осталось две выносливости я сразу же смотрю на свою мощь то есть бью ближним ударом посох у меня две мощи то есть я беру два куба я думаю например что этого мало чтобы а еще качество вкладываем у нас же оружие теперь не изношено обычно у него качество один то есть три куба уже добрасываю и я понимаю что хочу еще больше урона чтобы вероятности еще было больше нанести урон поэтому я вкладываю еще в атаку одну выносливость уже дополнительную у меня уже одна всего лишь осталась выносливость что позволяет мне вложить еще один куб итого четыре куба я совершаю бросок шесть пять два успеха зафиксировали что у меня осталась всего лишь одна выносливость совершили бросок как теперь понять сколько урона то мы нанесли нанесенный урон рассчитывается просто это наши успехи то есть у нас два успеха это уже два урона плюс урон от оружия урон от нашего посоха был один то есть это уже три урона ну и больше ничего не добавить в нашем случае к сожалению мы в теории нанесем три урона теперь осталось как бы надеяться что наш противник не будет впитывать все своей броней гаситься или парировать пусть уворачиваться да и напоминаю что нанеся урон допустим если мы попали то мы получаем единицы души ну то есть одну единицу души еще важно отметить что атаковать можно несколько раз но каждая атака повышает стоимость выносливости на следующую атаку в этом же ходу на один это называется налог на выносливость налог на выносливость даже в игре нужно платить налоги ну оно так и работает да и вам придется теперь за атаку допустим если бы мы атаковали не вкладывая доп.атаку то есть у нас было три выносливости мы одну потратили у нас осталось два и мы хотим снова атаковать мы уже потратим не одну выносливость на атаку а две выносливости тогда у нас осталось бы ноль то есть мы могли бы на самом деле два раза атаковать и это было бы даже эффективнее то есть еще раз каждая атака повышает стоимость выносливости на следующую атаку В том же ходу На один Эта выносливость нравится, но она не вложена в бросок атаки Налог выносливости обнулится В конце хода жука То есть мы с вами теперь таковали И для совершения следующей атаки нам нужно целых две выносливости А у нас только одна Поэтому мы не можем снова нанести атаку Также тут существуют провоцированные атаки Прямо как в ДНД То есть отходя от жука, он вам по шапке настучит И есть отступление То есть вы используете отступление Чтобы уйти от жука, не спровоцировав атаку Не буду на этом останавливаться А вот захват здесь отличается Он тоже менее беспомощный, чем в ДНД Захват это попытка удержать жука И считается атакой Захваты всегда основываются на мощи Броски на захват имеют бонусные кости За число которых равно количеству Дополнительно используемых придатков Это исчерт можно взять, исчерт тела Максимум два Цель может защищаться Если после действия защиты захват сохранится И у вас есть хотя бы один успех То цель считается схвачен Схваченный жук получает штраф Минус один на броски атаки и защиты Не может перемещаться по своей воле И в свой ход он должен тратить одну выносливость Чтобы попытаться вырваться Для этого можно использовать мощь или грацию Вложить больше выносливости Как в атаку, если бы вы вкладывали И вот схвативший жук может сопротивляться Использовать свою мощь Плюс все бонусы для захвата Эффект от природного оружия От придатков И при желании может еще вкладывать Да, свою выносливость Чтобы не отпускать жука Можно потратить выносливость Чтобы переместить схваченную жертву на клеточку Можно понизить кость любого броска Схваченного на один Ценой выносливости В принципе понятно Но тут можно спорить Насколько он полезен Что больше на чем бы я хотел становиться Это просто сказать спасибо ребятам Что смогли нарративно придумать В жуках же ты вечно прыгаешь Дэшишься рывками И тут рывок и прыжок Со скоком продуманы Вроде особых преимуществ не дают Но так приятно Что они описали Типичное геймплейное поведение В видеоигре И здесь тоже придумали свои Микро Но нюансы Которые обыгрались Еще можно применять навыки То есть если ты вне хода Хочешь принять что-то Совершить какое-то действие Которое не описано здесь в игре Ты просто это опишешь И цена будет просто выносливость Мастер попросит сделать проверку На какую-то из твоих характеристик Еще малые действия Бла-бла-бла Это все потом почитайте Что мне больше всего понравилось Это подготовка Она вообще в корне меняет Представление боевки То есть иногда жуку требуется терпение Он не может позволить себе отложить ход В таком случае он может ценой Одной выносливость подготовить действия Жуку нужно назвать условие Которое бы спровоцировало его действие И когда оговоренное условие происходит Жук незамедлительно вклинивается в ход И совершает заготовленное действие При этом он все так же будет тратить Точки выносливости Которые забрались бы при его действии Если бы мы не ходили Да, у нас выносливость была бы побольше Там три Я бы мог сказать мастеру Я заготавливаю действия То есть трачу одну выносливость У меня бы две осталось Но как только Я увижу муху Допустим сейчас на фоне На сцене нет мух Но я знаю, что они могут напасть Я говорю, если я увижу эту муху летающую Я в нее кастую свое заклинание Огненный шар Все, мой ход закончен Я игра играем И в этом же раунде Появляется муха Я говорю Мастер Помнишь, что я говорил Пять секунд назад Он такой Нет А ты такой Блин Нет Ты говоришь Мастер Помнишь, что я говорил Он говорит Да, чувак Врывайся Чувак В бой И мы кастуем Заклинание Тратим душу Бросаем кубы И это все происходит Вне нашего хода Это так Разбавляет Привычное восприятие Боевки В той же ДНД Что вот Мне очень понравилось Это действительно похвально И что важно понять Это Защита Это слово Которое Затягивает игру На длительные часы Потому что здесь Как в Гри Поттере Палочка о палочку Ты атакуешь Он защищается Потом еще впитывание Не знаю Сомнительно Но Окей Действие защиты Оно совершается В ответ на Атаку И потребляет Тоже выносливость Оно может быть Использовано Только тогда Когда Ваш жук Становится целью Атаки Первая единица Вложенная В защиту Она Как бы Не считается Скажем так По желанию Жук может вложить Больше выносливости И каждый успешный Бросок И дополнительно Вот эти кубы Они будут Вычитать Из успешных Бросков Атаки По вам Вот эти успешные Броски Есть два типа Парирование И уклонение Парирование Это бросок Мощь Он Совершается Щитом Или оружием Этим способом Обычно нельзя Отразить заклинание Или площадную Атаку То есть Атаку по площади К броску Добавляется Качество Используемого Щита Парирование Парирование Можно уклониться То есть Нужно Тоже Геймплей Смотреть Где заклинание Лучше Уклонением Где нужно Оружием Отбивать Или щитом Когда Жук Уклоняется Он может Также переместиться На одну клетку Не провоцировать Атаки Но Получит за это Дисбаланс Это то Что мы делаем Когда Бонька Моим Посох Вложенная Дополнительная Выносливость Дает Количество Костей Равное Весу Оружия Атакующего Видите Сколько Нюансов Типа Если Атакуют Огромным Тяжелым Оружием Значит Вы можете Проще От него Увернуться Прыжком То есть Дарксолс Начинается Все Будто Логично Но Так Перегружено Ух Да Приведу Пример Вот Допустим У нас же осталась Да как раз Одна Выносливость Например На нас Атакуют Нам На самом деле Подходит Больше уклонения Потому что Через грацию А грация У нас Намного Больше Чем Той же Мощь Ну допустим У нас У мастера Был бы Всего лишь Один урон Да По нам Проходит И мы Молимся На кубы Просим Молимся Бросаем Да 6 Один успех Есть Все Мы Прыгнули В сторонку Уклонились От атаки Но Из-за этого Резкого Движения У нас Воротит Тошнит Мы еще При падении Ударились О камень Поднимаемся И получаем Один дисбаланс Что в будущем Дает нам Налог На Выносливость Следующий наш ход Во-первых Мы вообще Всю выносливость Да потратили Все больше Не сможем защищаться Но следующий наш ход Выносливость Нашего становится Не до трех А до двух Потому что Мы получали Дисбаланс За уклонение Как вы видите Обязательно Стоит отдельно Обратиться К каждому Зрителю Сейчас К самой Этой книжке Которая доступна В телеграм-канале По ссылке Абсолютно Бесплатно Там просто Уйма нюансов Озвучил Самую главную По моему мнению Базу Про которую Стоило упомянуть И теперь Когда вы сами Будете изучать Вам будет намного проще Потому что Вы уже опираетесь На полученные Сейчас знания Ну наверное Стоит еще знать Про что упомянуть Про Смерть Да Когда Наши жизни Нашего жизни Наши жизни Наши сердца Жука Падает до нуля То мы оказываемся Уврат смерти У нас сразу же Восстанавливается Вся выносливость Как у нас была Сейчас единица Она восстановилась До трех И теперь Эта выносливость Считается Нашим здоровьем И если Она будет бить То так Будет идти вынослив Если выносливость Опустится до нуля То все Мы Умерли Но пока Вот мы находимся Уврат смерти Мы можем По нашему желанию До конца сражения Потерять сознание Тем самым Потеряв сознание Мы становимся Менее приоритетной Жертвой для атаки Но при этом Лишается возможности Вообще как-то действовать Что-то делать И все Мы будем без сознания До момента Отдых И если уж все-таки Нас будут атаковать То мы тоже умрем Если наша выносливость Упадет в ноль Потому что Когда мы падаем Без сознания Все так же Выносливость Восстанавливается И только Лишина у нас Стоится Пример Как это может работать Нас побили У нас сердец ноль Выносливость восстановилась Мы продолжаем биться Своё существование Но опять-таки Если вы будете что-то делать Действие какое-то применять Тратится тоже выносливость То есть Вам Вроде как бы Надо и бездействовать Но и в то же время Не хочется умирать Тут магам проще Я бы кастовал заклинание И там не требуется выносливость Я бы перед смертью Кастовал заклинание Нас бы бонькнули Там допустим На два урона У меня осталась одна выносливость И я бы упал без сознания Когда ты падаешь без сознания У тебя снова Восстанавливается Выносливость Ты снова будешь Ещё Отдыхать Жалко что тут Не сделана механика Ну может быть В каких-то путях Я ещё не всё Не все пути испробовал Сделано что Ты превращаешься В этот тёмный сосуд Да Как сделано Ты теряешь всё гео Но можешь вернуться К своему телу Тут такой механики К сожалению нет Но есть что есть Ещё важно сказать Ребята Что сделали Самое важное Они не забыли Что Hollow Knight Нет урона От падения Вот Поэтому Урон от падения Это единственное О чём не нужно Беспокоиться жукам Вы можете прыгать Хоть с самой страшной Высокой высоты И приземляться Вам ничего не будет В моей компании Было именно так Они когда достигли Самой вершины Великого древа И чтобы Как бы Быстрого перемещения Это нету А нету Блин Ты просто прыгаешь С вершины Летишь в самый низ А не прям В подкорни Полистал ещё Рулбук Конечно же Давайте затрону Время Отдых И путешествия Чтобы понимать Как всё работает Здесь всё разбито На сцены То есть Мастер Добавляет Убирает Что-то Когда меняет Или вы Из одной локации Переходите В другую Считается Таким образом Что это Сменилась Сцена Это нужно понимать Потому что У многих заклинаний Время действия Сцена Написана Вот В течение игры Вы будете Терять Свои Разные Касатели У вас будет здоровье падать И вам конечно же Нужно отдыхать Вашим жучкам Если тезис Надо посмотреть Вот есть Длительный отдых Это Вы можете сделать Два действия в лагере И у вас Восстанавливает Душа Вы можете поспать Восстанавливается Одно сердце Конечно же Если Вы сыты Тут надо тоже понимать Что в момент Длительного отдыха У вас Сытость падает И надо обязательно кушать Можно совершить Проверку навыков Для сбора чего-то Ухода за оружием Панцирем Плюс получить Еще одно сердце Ресурсы Создавать предметы Зелья Что очень круто Начать разные тренировки То есть Вы можете работать Над каким-то проектом Мастером Поставить сложность 5 успехов Надо набрать И вы будете совершать проверку Только один раз Можете делать за отдых Тренировка И чтобы что-то новое изучить И когда у вас Спустя несколько отдыхов Сумма уже успехов Накопится То вы выучите Новый прием Новое заклинание Тайну Это очень классно Что тут В лагере Вы действительно Это ваше место силы Вы прокачиваетесь А если вы уходите На короткий отдых Обозванный здесь Перерыв То у вас Просто не восстанавливается Душа Как бы не спите Но и голод Не падает На уровень Сытость не падает На уровень Вашего голода Но есть одно Действие Лагеря То есть вы можете Что-то одно Лишь выбрать Фух Ребята Это оказалось Дольше чем я думал Большую часть Механики Я озвучил Уже в разы Обещаю Уже в разы Будет проще Постигать эту книгу После просмотра Этого ролика Не бойтесь Не ленитесь Это будет Незабываемый опыт Особенно Если вы впервые Вообще тут Я буду в шоке Если вы Никогда не знали Ничего про ДНД Возьмете за это И это будет интересно По крайней мере Опыт у вас Будет очень Индивидуальный Скажем так Напоминаю Что ссылка На книгу Находится в описании Помимо основной системы Мы перевели Дополнительные штуки И вам в играх Они определенно Помогут Это конечно же Начальная экипировка Которая базово Просто позволит вам Понять А что брать Моему жуку На первых уровнях Не на первых Мастерам Так тоже Потом Очень классный документ Я просто в таком восторге Вот от этого документа Мы его перевели Lands Beyond Называется Станьте свидетелем Последней единственной Цивилизации Вечного королевства Суть в том Что этот документ Позволяет бросить вам Кубы Все подробно расписано И смотреть на таблицу И придумать свой мир То есть Чтобы не Сидеть пыхтеть Да Как все связано Как все выглядит Ну то что вы понимали Да вот В полом рыцаре Вот такая вот Линейная 2Dшная Технические карта И чтобы вам создать Что-то подобное Вы бросаете кубы Они вот так вот Выпадают Вы смотрите на таблички Короче Это генератор Жучиных миров На кубах Это очень круто Пользуйтесь Я части Это мне позволило Тоже в ветвях Окшида Распределить Броском кубов Где какие кланы Жуков живут Где кого Богомолы бьют Где там Цикады А касательно Да Вот этого великого древа Окшида Вот незаменимый документ Просто 23 страницы Отдельно продуманного Лора Гигантского древа Это не Холлоу Нест Это прям Оригинальный сеттинг Который позволит Вашим Игрокам Дать Места для исследования Которые не ограничены По масштабу Как Холлоу Нест Именно По нему я водил Своё Приключение Но тоненькими нитями Я отсылал По всякому На Холлоу Нест На Полого Рыцаря Ещё мы перевели Не буду что-то открывать Журнал Скальда Это сборник существ И блокнот Дуэлянта Это сборник Жучиных персонажей НПС Существа это монстры Я с виду Против Кого Кого можете выкидывать Против игроков Ух что Приятной вам игры Ребята Пользуйтесь всеми Этими материалами Напоминаю Что стоимость Всего этого добра Ровно 1 Лайк За наше Полуторагодовалое Старание В локализации Перейдём к мнению К моему мнению Да Ну что ж Моё мнение По поводу Hollow Knight RPG Во-первых Эта игра Уже Безусловно Прекрасная Только за счёт Своего Существования Это в очередной раз Показывает Насколько Сплочённая Ламповая Да и просто Могучая Комьюнити У Полого Рыцаря Мне даже тут В принципе Тим Черри Очень напомнили Ларриана Это тоже Инди проект Тоже По-своему С тёплой Лояльной аудиторией Которая ждёт Игры В общем Похожи Вот они На одной У меня На одном уровне Эта ролевая игра Содержит в себе Охренеть Как много Идей Причём Читая документ Видно Что сидит Куча фанатов И вот так Бросают Разные Идеи В документ И ни одна Из идей Не была Отброшена Так или иначе Даже в микроэлементах Видны Всё новые Новые Механики Идеи Из-за этого Процесс Изучения Этой Нарижки Такой Бесконечный Ты всегда Что-то новое Узнаёшь И это Просто Увлекательно Эта игра Абсолютно Точно Подойдёт Любителям Построения Билдов Или разных Калькуляций Высчитывания Циферок Потому что Сидеть Над игрой И даже Создавать Своего Персонажа Жука Это Ну Это можно Просто делать Бесконечно Ты сидишь Вот эту черту Вставил Потом такой Нет А какой Амулет Подобрать А что Если Вот это То есть Сделаешь Разные Сборки И кайфуешь От Самих Мыслей И Предвкушения Самой игры Да Я бы сказал Так Что Создать Своего Жука Это Уже Отдельная Игра То есть Вот Ты Создал Жука Поиграл В эту Игру Попредставлял Как ты Будешь Им Играть Уже Впечатлений Вот Так Вот Но Тут Сразу Как Мастер Который Проводил Компанию По этой Игре Скажу Что Из-за Обилия Микро Механик Огромного Количества Деталей В голове Скапливается Такая Каша Которую Тяжело Очень Расхлебать Поэтому Эта Настольная Ролевая Игра Абсолютно Точно Относится Где-то К сегменту Средних По сложности Восприятия Изучения Она Не супер Сложная Но И непростая Еще Абсолютно Точно Чувствуется Что Игру Делали Фанаты Которые Хотят Что-то Крутое Сделать Но Не Профессионалы Своего Дела По Том Очень Часто В документе Ты встречаешь Какую-то Информацию И она Тебе Абсолютно Непонятно Хотя Проскролля Немножко Ниже Добравшись До Еще Новой Информации Которая Раскрывает Информация Которая Нужна Была Тебе Пару Страниц Выше Тебе Приходится Перечитывать И вот Если Буквально Блоки Некоторые Поменять Местами То Ты Бо Воспринимал Документ Намного Проще То Самая Ценная Информация Которая Открывает Просто Глаза Она Внизу Документа То Есть Ты Прорвешься Через 100 Страниц И только Потом Поймешь А что Это Вообще Было Еще Очень Странно Что Очень Часто В разных Документах Появляется Информация Которая Например Фигурирует Только В журнале Дуэлянта Но В основном Рулбуки Про это Вообще Ничего Нет То Действительно Можешь Встретиться Механика Которая Разработана Только Для Одной Черты И Ты Думаешь Ага Как Сотносить С тем Это Здесь Придется Уже Как Мастеру Самому Думать Что Приоритетнее Буквально Внутри Рулбука Много Игромеханических Таких Дыр Вопросов На Которые Вы Не Найдете Ответ Поэтому Если Вы Уже Несколько Часов Бьетесь Игра Если Что Всегда Можно Достучаться К ним Прям В Дискорд Я Не Раз Туда Долбился И Писал Разные Вопросы И Мне Поясняли За Разные Темы Поэтому Держите В голове Что Авторы Сами Пишут Что Это Лишь Правило То Если Вы Хотите Создать Какого Другого Жука Эти Правила Не Должны Вас Ограничивать Там Прям Так И Написано Создай Эти Фанаты Создали Эту Настоль Ролевую Игру Чтобы Другие Фанаты Такие Вот Как Я Могли Поиграть По Сеттингу Полого Рыцаря И Зачем Себя Ограничивать И Не Не Допускать К Игре Только Лишь Потому Что Вы Чего То В Книжке Не Понимаете Интерпретируйте По Своему Главное Начать Играть А Там Уже По Пути Разберетесь Просто Исходя Из Моего Опыта Чтобы Вы Понимали Я Не Очень Хорошо Знаю Английский Я Просто Узнал Что Существует Такая Настольная Ролевая Игра Быстро Написал Автор Можно Я Пожалуйста Переведу На Чего То Я Не Хочу Долбиться В Эти Циферки И Благо У Меня Друзья Тоже Любят Больше За Нарратив И Не Хотели Тоже Сильно Окунаться В Пучину Вот Этих Вычислений Это Глубоко Это Круто Это Увлекательно Интересно Но Это Не Для Нас Немножко Мимо И Создал Нерабочий Механизм Косточку Но Хотя Бо Она Была Не Обременена Свободой И Мы Просто Делали То Что Нам Нравится И Мы Реально Кайфанули Поэтому Можете Воспользоваться Вот этим Моим советом Да и Советом Самих авторов Что Играйте В ваше Удовольствие Игнорируйте Какие-то Вещи Которые Вам Не то Что Непонятны Которые Вам Действительно Мешали Да Кстати Чуть Чуть Про Нашу Игру Мы Все Полностью Уже Закончили Целый Кампейн По-моему Из 13 Серий По Полому Рыцарю Авторский Созданный Мною Он Уже Лежит Ждет Вас На Втором Канале Приятного Просмотра Мы Даже Умудрились Этим Этими Стримами Вызвать Грусть У Англоговорящих Людей Они Прям Писали Плакали Им очень хотелось Посмотреть Но Они Не Могли Потому Что Не Знают Языка Поэтому Если Вы Знаете Русский Язык И Сейчас Понимаете Меня То Не Упускайте Возможность Где-то Плачет Один Американец А Ты Можешь Не Плакать Ты Можешь Посмотреть В общем Тезисно Игра Очень Красивая То Выглядит Она Просто Ослепительная Она Меня Затянула Изо Можно Прям Задрать Поле Где Можно Разгуляться С этими Механиками Оно Просто Безграничное На самом Деле Это Исключительно Вкусовщина Мне Просто Не Зашло Что Я Бросаю Кубы На Атаку Потом Бросаем Кубы На Ампирование Но Вдруг Что-то Попало Бросаю Кубы На Панцирь Чтобы Впитать Урон Ай Броня Поломалась Так Бросаю Это Треть Заготовил Действие Блидбайдс Уже В бой Потому что Заготовил Действие Кубы 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 Слишком Много Кубов Да Вот Мне Это Так Показалось А потом Со временем Ты понимаешь Что Технически Это Значит Просто Лишь Как Б Цифры Ты хочешь Делать Одно Действие Но Тебе Приходится Куб 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 Чтобы Увидеть Какой Результат Хотя Этот Результат Можно Получить Просто Ну Как ДНД Бросить Один Двадцать Посмотрите Попал Описал А тут Получается Три Стадии Впитывания Если Вот Мне Показалось Оно Немножко Муторным Но Это Все Вкусовщина Попробуйте Сами И Напишите В Комментариях Что Вы Думаете По Поводу Этой Системы И Мне Будет Интересно Почитать Я Подумал Что Наверное Лучше Пусть Вам О системе Знаете Кто Еще Расскажет Святые Люди Столпы Люди Которые Перевели Эту Игру В общем Сейчас Я им Позвоню Они Еще Своё Мнение Вам Скажут Это Это Важно Это Будет Клево Привет Ребята Я Надеюсь У вас Есть Что Сказать Моим Зрителям Конечно Смотри Даня На самом Деле Это Был Один Из Первых Моих Опытов Работы Над Такой Крупной Настольной Игрой Поэтому Я Получил От Него Уйму Новых Знаний Впечатлений Тому Подобного Там Было Огромное Количество Жучиной Терминологии Огромное Количество Каламбуров Ту же Самую Бумстик Мы перевели Как Палку Взрывалку Бывали Моменты Когда Я Часами Сидел На Википедии По Hollow Knight И том Что Я Брали Какие Либо Придумки Из игры И как Они Превращали Это Все В Какую-то Абсолютно Незменяемую Механику В хорошем Смысе Этого Слова Типа Живокровь Которая В самой Игре Почти Не фигурирует Они Превратили Прям В То Что Очень Влияет На Настольную Игру То же Самое Гвоздь Грез Который Конечно В игре Тоже Есть Но Прям В Настолке Он Так Хорошо Проработан И В целом Как фанату Мне Безумно Запала В душу Эта игра Ну вообще В принципе Могу сказать То же самое Настолка Получилась Хорошей Но есть Вот Один Маленький Нюанс Вот У меня Складывается Ощущение Что Люди Которые Делали Эту Настолку Они Вообще С друг С другом Не общались Они делали Примерно Так же Как Мы Делали Этот Перевод То есть Есть Вавилонская Башня Есть Испорченный Телефон И есть Мы Вместе С людьми Которые Делали Эту Настолку Мы Пытались Мы Ночами Не спали Я понимаю Дедлайн Есть Дедлайн Нам Дали Две Или Три Недели Или Сколько Месяц Мы Клепали Эту Настолку Когда Естественно Все Пошло Не так Когда Мы Начали Сводить Вместе Черты Сводить Мы Сделали Глоссарий С Глоссарием 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 Видишь ли Дань Маша Ты права Эту систему Писали Совершенно Разные Люди Которые Наделали К ней Дополнение Которые Опять же Создавались Совершенно Разными Людьми В результате Этого Там Возникают Механики Термины Которые Мало того Что не Работают Друг с Другом Но Они Не Работают Еще Из Потому что Это Заставило Нас Связываться Друг с Другом Я получил Огромное Удовольствие От работы В команде Хочу добавить Дениса Что вот У меня уже Был опыт Перевода Я и Переводила И мангу И китайские Новеллы И корейские Новеллы Что я только Не переводила И я Сталкиваюсь С разными Командами И лично Мне безумно Понравился Опыт Который Я получила Здесь При работе С этими Людьми И То как Мы Все договаривались Как мы Обсуждали Те же самые Каламбуры О которых Упоминали И правила И даже Если мы Бомбили с этого Мы бомбили с этого Все вместе Это был Прям отличный опыт А Да Маш Тебя всегда Было слышно Ты не переживай Все Отлично Я собственно Что хотела сказать Есть конечно Определенные Недостатки у системы Это понятно Но основная Ее прелесть В том Что у нее Есть потенциал Ну вот Типа люди Сделали ДНД 5Е Годами Люди Подфайндер Этот собирали Годами А здесь Фанаты Скрутили Для фанатов Готовую Уже Ролевую Систему Буквально За полгода И у этой Системы Есть будущее У нее есть Потенциал Хотя бы Потому что В ней Есть душа И вот Этот круговорот Творчества Который Запустили Создатели Видео Игры Он продолжился И в ролевой Системе И когда мы Это переводили Мы тоже От себя душу Вложили И в итоге Это переходит К тем людям Которые В этом итоге Будут играть Ну ты же Замечательно Лучше И не скажешь Маш Реально Играйте Ребят Окунитесь В эту душу Давайте Просто Похлопаем Не знаю Нам Всем Что мы Закончили Локализацию Это охренительно Ну пока Ребят Спасибо Что сказали Пока Как-то Так Играйте В свое Удовольствие Я очень Рад Что мы Смогли Локализовать Такую Настольно-ролевую Игру Это первый Выпуск Из цикла Роликов Сники Пробует В которой Я пробую Разные Настольно-ролевые Игры Пишите Как вам Вообще В таком Формате Может быть Я что-то Изменю Подступлюсь По-другому Пока Все еще Я это Вижу Как Кратенький Так По вершкам Обзор И Разбор Механик И плюс Личный Опыт Коцнованный На Той самой Пробе Настольно-ролевой Игры Кто досматривает До конца Конечно же Вам Дополнительная Информация Что следующий Сники Пробует Будет Про 10 Свечей Систему А потом Про Мышиная Стража Обязательно Оставляйте Комментарии Я их Всегда читаю Отдельное Спасибо Ребятам Которые Поддерживают Меня На бусте Особая Благодарность Кандидат Доктор Морсу Гилм Геймсону Карине Рыжному Библиотекарю Также Спасибо Алексей Демин Владислав Шакут Александр С Мурзик Бонч Мэй Джилло Дмитрий Носков Линфор И Оса В общем Всех Люблю Как Стеснительный Жук Бретта Любит Зота А до этого Любила Полого Рыцаря Ставьте Лайк Пишите В комментариях Как вам эта нришка Обязательно ее пробуйте Задавайте вот вопросы Ибо вместе разбираться Под этим роликом Все Уже совсем скоро Увидимся в следующих роликах Если ты вдруг впервые Все еще досюда досмотрел То обязательно подпишись Потому что скорее всего Тебе понравились Настольно-ролевые игры А на этом канале Будет все про них Поэтому Подписывайся И узнавай Что такое Эти ваши ДНД И настольно-ролевые игры Все Ребят Пока Субтитры сделал DimaTorzok